Сегодня в Филёвском парке, чуть в стороне от главных аллей, можно было увидеть уютно расположившуюся группу художников. Школа китайской живописи Усин проводит занятия на природе. Мастера этой уникальной техники учат рисовать с нуля. Живопись Усин – это налаживание контакта с природой. Как бы мы ни пыжились и ни старались, мы всё равно часть природы. И возвращаясь к ней, мы испытываем истинное наслаждение. Преподаватели школы Усин уверены, что их техника рисования помогает не только раскрыть в человеке творческий потенциал, но и решать ряд психологических проблем. Она позволяет художнику сосредоточиться на своём эмоциональном состоянии с помощью движения кистью. Наталья Котова пришла в школу как ученик. В её жизни произошли трагические события. Она хотела помочь себе пережить их и найти себя. Я потихонечку стала подыскивать себе новую работу, новую профессию даже, чтобы начать жизнь как бы сначала, ну практически с нуля. И вот в этих поисках как раз случайно наткнулась на объявление в интернете о школе живописи Усин. И когда я поподробнее узнала об этом, я поняла, что это то, что мне надо. Спустя год Наталья стала сама преподавать живопись Усин. Она уверена, что её жизнь изменилась кардинально именно благодаря кисти и бумаге. Самое большое удовольствие от своей работы она получает от общения с людьми, которые приходят к ней на занятия. Конкретно сегодня, ну в общем-то понравилось то, что собрался такой коллектив, который в общем-то был нацелен именно на творчество. Не на полочки какие-то, не на какие-то вот стереотипы, именно на творчество. Ну я считаю, творчество победило. Можно ли изменить свою жизнь, научившись рисовать дерево или бабочку? Наверное нет. Но можно поверить в себя, открыть в себе что-то новое, научиться видеть прекрасное вокруг себя. И возможно именно это изменит жизнь. Елена Калинина, Станислав Болдырев, Москва, телевидение «Западный округ».